МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости. В студии Павел Рыжиков. Коротко о главных событиях в регионе. Школа 21, где будут готовить IT-специалистов, в скором времени появится в Воронеже. Об этом сегодня в ходе своего визита в столицу Черноземья заявил министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Он отметил, что в Воронежской области очень хорошо развит кластер высоких технологий, чего стоит только возможности новой мегашколы образовательного центра Содружества. Министр оценил его техническое оснащение на уровне самых лучших школ страны и даже университетов. Умная квартира, робототехника и виртуальная экскурсия по Воронежским музеям. Кстати, VR-оборудование, как и само программное обеспечение, это разработка нашей местной компании. Ее программисты с гордостью продемонстрировали Максуту Шадаеву специальный трекер и VR-полигон. С их помощью можно визуализировать в цифровое пространство любой предмет, к примеру, молоток. Сходство с размерами оригинала почти 100%, погрешность примерно 1 мм. А эта зона активно используется в кинематографе. Представили также новую разработку для образовательного процесса. На мониторе школьник может создать любую 3D-модель, к примеру, беспилотник, и распечатать его на принтере. Собственное программное обеспечение показали федеральному министру и специалисты воронежских Россетей. С помощью огромной схемы в режиме реального времени можно отслеживать отключение на линиях электропередачи в любом муниципалитете. Развитие цифровой отрасли в целом обсудили уже за круглым столом с участием представителей крупных компаний региона. Очень много компаний, которые работают не только в регионе, но и по всей стране. Мы обменивались опытом, как работают наши меры поддержки, что еще дополнительно можно сделать. В целом, мне понравился такой у нас был неформальный, открытый диалог, очень много интересных предложений. Часть из них мы с губернатором обсудили, я думаю, что они будут реализованы. Действительно, то, что мы сегодня увидели, это прямо можно брать и пробовать внедрять. Вот то, что ребята делают, там нет каких-то таких абсолютно абстрактных историй. Очень много таких прикладных разработок. Еще один пункт деловой программы министра Максута Шадаева. Открытие в Воронежском государственном университете лаборатории российской IT-компании. В торжественной церемонии принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев. Новая лаборатория создана в рамках передовой инженерной школы «Российская электроника, инфокоммуникации и радиосвязь». Она позволит сделать учебный процесс более качественным, с современным оборудованием, чтобы готовить специалистов по компьютерному моделированию и производству программного обеспечения. Стоит отметить, что ВГУ входит в десятку лидеров в стране по подготовке студентов-айтишников. А в декабре 2023-го наш университет получил высший статус инженерного вуза. Сегодня в его стенах 3,5 тысячи студентов обучаются компьютерным наукам. Но это только начало, потому что Ситроникс, как один из индустриальных партнеров нашей передовой инженерной школы, еще будет открывать лаборатории, в том числе связанные с космическими системами. И с моделированием, и с созданием спутников. Это ближайшая перспектива, и нас это очень радует. Ну а меня радует то, что федеральный министр и наш губернатор увидели мотивированные, заинтересованные глаза студентов. Пока мы шли, губернатор дал задание собрать в кучу все медицинские компьютерные проекты, для того, чтобы регион их профинансировал, внедрение в практическую деятельность в рамках программы цифровизации здравоохранения в Воронежской области. Меня очень порадовало сегодня общение со студентами, в части того, что они делают не просто какие-то интересные проекты, они делают проекты востребованные. И вот уже можно сходу сказать, что все, что касается медицины, мы, безусловно, будем взаимодействовать, и, возможно, эти решения будем применять. А мы в этом году существенные средства будем направлять именно на цифровизацию нашей медицинской области. Готовят, вяжут, плетут, шьют, и все это отправляют за ленточку. Более сотни волонтеров из разных регионов России собрались в столице Черноземья на форум «Победа своими руками», чтобы поделиться опытом и наработками по поддержке солдат в зоне специальной военной операции. Подробнее в сюжете Мария Сивак. Вот такой маленький паракордовый браслет может спасти жизнь не просто одного бойца, а сразу нескольких. Лариса Дмитриева – волонтер. Все свое свободное время девушка тратит на то, чтобы заплести изделие. Внутри них прочная пятиметровая веревка. С ее помощью солдаты могут закрепить экипировку, построить укрытие или перетянуть раны. Были случаи не один раз, вот крайние случаи, когда парень взорвался на мине, у него две ноги оторвало, и к нему не могли подойти ребята. Они ему кинули браслет, это веревка пять метров, он подвязался к карабину, и они отыщили. На Воронежском форуме «Победа своими руками» десятки волонтерских организаций рассказали, как каждая по-своему прикрывает тыл. Например, движение с говорящим названием «Союз неравнодушных граждан». Печатают на 3D-принтере специальные ампульницы. Они помогают сохранить препарат неповрежденным, а шприц – стерильным. Неравнодушные также отправляют на фронт симулятор для управления дронами. Он моделирует движение беспилотника в реальной жизни, учитывает погодные условия. Пока ты не научишься летать на симуляторе, ты не сможешь запустить в пиведру. Часть форума проходила в онлайн-формате. Волонтеры из разных городов подключались к трансляции и рассказывали о своей работе. Цель как раз мероприятия в том, что показать, что может каждый сделать, и выбрать, в какой группе ему присоединиться, чтобы помогать фронту. Уже если один человек присоединится к летению сетей, к летию окопных свечей, или к тому, чтобы делать строговые носилки, или борщи сушить, уже это будет огромная наша победа. На встрече выступили также бойцы спецоперации. Они поделились. На фронте большая нехватка маскировочных сетей разных цветов. Скоро закончится зима, а значит начнутся температурные качели, и солдатам будет труднее слиться с местностью. Военные также не забыли поблагодарить общественных активистов за все, что они делают для них. Такого подъема в стране уже очень давно не было. И сейчас вот именно показывается дух нашего народа, бескорыстность русского народа. Сегодня любой желающий мог написать письмо солдату, сказать те самые слова с надеждой на сборную победу. Где-то там боец за ленточкой увидит эти строчки, будет знать, что его ждут дома. Мы решили не остаться в стране и тоже написать несколько строчек. Солдат, береги себя. Из Рождественской хавы в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи сразу на пять направлений СВО передали в Новоусманском районе. Крупный груз всем селом собирали больше месяца. Здесь и продукты питания, и медикаменты, и даже бытовая химия. Общая стоимость только этого уже превышает миллион рублей. А еще при помощи спонсоров за ленточку увезли пять мобильных бань-бочек по одной на каждое направление. Саму отправку жители ждали как праздник. Возле местного дома культуры организовали полевую кухню. Буквально в трех метрах от нее провели мастер-класс по управлению дронами. Ну, а настоящая изюминка бронеавтомобиль «Тигр», на котором приехала одно из воинских подразделений. Причем любой желающий мог не только сфотографироваться с боевой машиной, но и посидеть внутри. Что, кстати, особенно понравилось приглашенным гостям – отряду юнормейцев, которые подготовили творческое выступление для защитников Родины. Ну, а завершил церемонию передачи гуманитарного груза «Патриотический концерт», во время которого еще и наградили всех причастных к большому общему делу. Мы отправляем достаточно много оборудования – это донкраты, болгарки, дрели. Все, что касается новшеств, так скажем, которые у нас – щепоточные печки для приготовления еды. Отправляем их более ста на территорию свода. Самый большой плюс всего этого мероприятия – что люди, которые собирают на ежедневной основе уже несколько лет гуманитарную помощь, имеют возможность непосредственно передать ребятам из рук в руки, чтобы те ребята, которые защищают нашу страну и участвуют в специальной военной операции, смогли почувствовать ту заботу и ту теплоту, с которой мы к ним относимся. Вроде кажется, для обычных людей какая-то мелочь, та же маскировочная наследие, но она спасает бойцам жизни. Также и транспорт, любая помощь, она ощутима там, и она нужна, и она действительно работает. Без вас победы не будет, но она будет за нами, так что уместны мы победим по-любому. Чтобы деньги не ушли под воду, жители многоэтажки на улице Баррикадная просят обустроить ливневку в своем дворе. И сделать это, по мнению местных, нужно параллельно с благоустройством при домовой территории, которое обещают начать уже в этом году. В 2020-м люди собрали все необходимые документы с тем, чтобы попасть в программу формирования комфортной городской среды. Но водоотводов проект не предусматривает. А непросыхающая несколько лет лужа на Баррикадной 41, уверены жители, может перечеркнуть все усилия рабочих. Масштабы бедствия оценила наша съемочная группа. Вот такие потопы. Глубина вот здесь больше, чем в колено. Измеряли, сейчас палкой пытались. Комары и буйная растительность в подвале, как и не внушающая доверия проводка в электрощитке. Результат многолетних подтоплений, рассказывают местные. Вся вода, неважно талая или дождевая, не имея выхода в ливневку, стекает сюда, фактически под дом. Две машины-то воду откачивали и машина, которая жижу еще откачивала. Машины для откачки воды из подвала здесь гости частые. Чего не скажешь, к примеру, о такси, которое на Баррикадную 41, рассказывают местные, заезжать опасается. Разве что сейчас, когда во дворе лежит снег, по дороге у дома проехать можно. Весной, летом и осенью под окнами многоэтажки – настоящая Венеция. Дойти до машины, ближайшего магазина, да и просто выбраться из подъезда можно только в резиновых сапогах. Снега было много, а потом таял. Тут вообще невозможно было, пока не подморозило. Вообще невозможно выйти. Выплываем, можно сказать, лодки вызываем. Невозможно пройти. Ни в школу детям пройти, ни в садик детей провести. Нужно обходить по кругу, чтобы обойти. Вообще невозможно. Бабушки старенькие в магазин даже не могут выйти. Надо куда-то обходить. Обязательно сапоги. Хотя тепло на улице, погода хорошая. А у нас лужи. Лодка нужна. Лужа вокруг дома 41 на Баррикадной была не всегда. Появилась она несколько лет назад, когда за девятиэтажкой начали регулярно ремонтировать местные коммуникации. Каждое разрытие провоцирует разлив. Многочисленные обращения в управу района и обслуживающую организацию с просьбой решить проблему пока ни к чему не привели. Ну, не знаю, по несколько раз в год у нас ломается одна и та же труба. Вот. И перекапывают они всю жизнь. То есть, соответственно, нарушаются последние, которые были остатки у нас асфальта. Они все у нас уже разрушили. Этим перекапыванием они блокируют нам единственный заезд во двор. То есть, мы не можем ни выехать, ни заехать. Нас не предупреждают об этом. Вот. И, соответственно, из-за этого возникают проблемы. Раскопают, ничего не делают. У нас образовывается здесь яма. И из-за этой ямы потапливаются два двора. И с двора 38-го дома все стекает к нам. И вся эта лужа получается у нас в итоге в подвале, потому что у нас нижняя точка. Впрочем, подвижки все же есть. Жители этой девятиэтажки 1989 года постройки добились включения своего дома в программу формирования комфортной городской среды. Но вот незадача. Благоустройство двора подразумевает в том числе укладку асфальта, которого здесь практически не осталось. А вот о ливневке речи не идет. Местные жители уверены, если не добавить этот пункт, то деньги, выделенные на реализацию программы, просто уйдут под воду. А многоэтажка продолжит гнить. Чтобы донести свою правду до администрации Воронежа, жители взяли в союзники активистов Общероссийского народного фронта. На самом деле, рациональное использование бюджетных средств это основная задача в том числе и администрации городской. Если мы видим, что 5 миллионов рублей, которые запланированы на благоустройство, будут в буквальном смысле утоплены и погружены никуда, в грязь и воду, то это пример неэффективного использования денежных средств. На наш взгляд, прежде чем включать программу, надо исследовать двор, провести работы изыскательские и предложить в том числе устройство ливневой канализации. К слову, вопрос о включении ливневки в проект благоустройства предварительно мэрией одобрен, сообщили активисты Народного фронта. Дело за малым дождаться официального согласия на дополнительный пункт в программе формирования комфортной городской среды и, собственно, самого преображения придомовой территории, которую обещают начать здесь уже в этом году. Как защищать зрение пациентов сообща? Об этом говорили на межрегиональной научно-практической конференции «Междисциплинарные аспекты в офтальмологии». В президиуме представители областного Минздрава, ректората Воронежского медуниверситета имени Бурденко, коллеги из Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. В слушателях как дипломированные, так и будущие офтальмологи, студенты. Обсуждали, в частности, аккредитацию специалистов как допуск к профессиональной деятельности. Затронули и тему воспалительных заболеваний глаз, профилактики слепоты от глоукомы, травм органов зрения и многое другое. Все лекции, конечно, в разрезе современных подходов. К слову, подобная встреча уже традиция. Воронежский медицинский университет проводит их с 2006 года. Мы начинали с нозологических групп заболеваний, отдельных сложных заболеваний, таких как глоукома, такие как заболевания сетчатки. Мы говорили и о портрете пациента, о его, так скажем, понимании этих заболеваний. В рамках этих событий проводились и школы пациентов. То есть мы с удовольствием эти школы предоставляли для знаний пациента. На сегодняшний день междисциплинарный подход обеспечивает координацию диагностического поиска и постановку правильного диагноза. Вопросы офтальмологии, они вообще сами по себе, по определению, очень важны. Потому что здоровье зрения определяет не только качество жизни, но и ее продолжительность. И мы очень часто об этом забываем. Поэтому своевременное решение вот именно проблем со зрительным анализатором, оно может реально сказаться на увеличении продолжительности жизни. И сегодняшнее мероприятие, оно уже, в принципе, традиционное. Мы практически ежегодно встречаемся в подобном формате. И это еще один взнос, копилку повышения профессионализма наших офтальмологов. Основной смысл конференции именно междисциплинарный подход к проблемам зрения. Об этом, в частности, рассказала президент Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и по совместительству почетный профессор Воронежского медуниверситета Лариса Машетова. Офтальмология, по ее словам, специальность, которая требует от доктора максимально широких знаний. Ведь человеческий глаз настоящая мишень при многих заболеваниях. К примеру, при гипертонии или сахарном диабете. Помочь распознать и вылечить патологию должна ранняя диагностика за счет первичного звена. Когда офтальмолог видит первые изменения на глазном дне и может своевременно отправить пациента на лечение основного заболевания. Что, естественно, дает лучший эффект. Раньше померил давление углухомного больного грузиком. И все. А сейчас такие тонкости на уровне генетического исследования. И сейчас решение вопросов практических начинается с научных разработок. А наука офтальмологическая без генетики на сегодняшний день не рассматривается потому, что она является основой персонализированной терапии, персонализированных подходов к лечению каждого больного. Мы все завязаны в этот мир науки, образования, практического применения. Это огромный механизм, который следит за здоровьем человека и помогает в случае различных проблем, которые возникают. Но офтальмология это не из дисциплинарных. Воронежский Буран на победной ноте завершил регулярный чемпионат высшей хоккейной лиги. Наша команда в гостях обыграла Саратовский Кристалл, одного из аутсайдеров сезона. В первой трети игры ураганные в два раза перебросали хозяев льда. Но период завершился с равным счетом. Вперед вышли саратовцы на седьмой минуте после точного броска Ивана Тельцова. На девятой минуте с интервалом в 27 секунд воронежцы поразили цель дважды. Отличились Никита Гуслистов и Дмитрий Тимофеев. Однако за 10 секунд до перерыва Дмитрий Самсонов реализовал первое же в матче большинство и сделал счет 2-2. Во втором периоде цифры на табло не изменились и лишь за три минуты и 19 секунд до финальной сирены воронежцы смогли вернуть себе пальму первенства. Победу Бурану принес Александр Шипилов. Таким образом регулярный чемпионат Буран завершил на 11 месте набрав в 56 матчах 70 очков. В 1-8 финала наша команда попала на действующего чемпиона ВХЛ Воскресенский Химик занявший шестое место. Два первых матча серии до 4 побед состоятся в Подмосковье 23 и 24 февраля. Затем команды переедут в Воронеж. На льду юбилейного они сыграют 27 и 28 февраля. А дальше если понадобится матчи будут проводиться 2, 5 и 8 марта. В нашем городе состоится в случае необходимости шестой матч серии. Напомним в нынешнем сезоне Химик на домашней арене разгромил воронежцев со счетом 5-0. А вот столице Черноземья уступил пропустив три безответных шайбы. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ-губерния. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова